Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Касаясь льда» от автора Slated D. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же вы найдете ссылку на мои другие каналы с озвучками, на мой влоговый канал, на канал новостей, где регулярно выходят свежие новости о банданах, а также на мою страницу Boosty, где более 115 фанфиков моей озвучки уже выложены. Там же озвучивается параллельно несколько новых работ, и там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире, общаемся на совершенно разные темы, без цензуры, читаем интересные фанфики, в общем, прекрасно проводим время, так что подписывайтесь, вам точно понравится. Ну а прямо сейчас нас ждет глава двадцатая, и поехали! Теплая рука обняла поперек талии, а к линии позвоночника прижался слегка прохладный нос. Утренние лучи, что пробивали сквозь незакрытые шторы окно, падали прямо на лицо и слепили глаза. Тихен нахмурился и, скорчив болезненную гримасу, убрал чужую ладонь со своего живота. Неуклюже поднялся с мягкой постели и босса прошлепал к окну. Солнце медленно всходило, и можно было смело предположить, что сейчас нет даже десяти. От яркого света заныли глаза, и виски прострелило мимолетной, но ощутимой болью. Тихен резким движением зашторил окна, погружая гостиничный номер в полумрак. Ну, залезай обратно, холодно же, послышалось из-за спины. Кровать негромко скрипнула. Читопон, укутавшийся по грудь в одеяло, приподнялся на локте и оглядел Тихена с сонным прищуром. Он прав. В комнате действительно гулял небольшой сквозняк. Ногое тело успело покрыться мурашками, а соски затвердеть. Читопон прикусил губу и, приглашающе, приподнял край одеяла, открывая вид на свою грудь, слегка впалый живот и темную дорожку волос, уходящую вниз. И не оставалось ничего, кроме как вернуться на нагретое место. Тихен чувствовал себя странно. И дело совсем не в похмелье. Впервые в жизни он проснулся во время чемпионата рядом с парнем, а не привлекательной фигуристкой. И это разрушало все привычные устои, несмотря на то, что со своей ориентацией Тихен все-таки смирился, и опыт у него уже был. Тем более этот мужчина Чунгук. К нему Тихен слишком привык, и отвыкать совсем не хотелось, даже если это было жизненно необходимо. Мысли о нем раззадоривали, сознание подкидывало воспоминания о вчерашнем поцелуе, который остался без ответа. А Чунгуку стоило всего лишь свельнуть губами, податься хоть на миллиметр вперед, и Тихен бы вспыхнул прямо у него в руках. Сгорел бы дотла и разлетелся мелким пеплом по всему банкетному залу. Но этого не случилось. Поэтому воспламенилось только сердце, и осталось леять внутри уродливым угольком. Как же позорно. Его отталкивали, а он продолжал унижаться и ползать в ногах. — Словно брошенный щенок, а не лучший фигурист своей страны. Если именно это и есть так называемая любовь, то Тихен предпочел бы оставаться в одиночестве всю жизнь. — Ты весь ледяной, — констатировал Читопон и прижался ближе, укрывая их голые тела мягким одеялом. Ладонь тайца начала растирать замерзшую кожу, а голова легла на острое плечо. Тихен не стал его отталкивать и устремил стеклянный взгляд в глянцевый потолок, в котором отражались их нечеткие силуэты. Это напомнило о вчерашней ночи. Они сбежали прямо в разгар банкета. Читопон, никого не стесняясь, тащил Тихена за руку в сторону выхода, а тому, по большому счету, было все равно, да и тайский ром затуманил разум. Он и сам не до конца понимал, почему и куда его волочат, словно тряпичную куклу, чего уж говорить об остальных. Никому, кроме Чону, и в голову бы не пришло что-то неподобающее. Читопон не сдержанно прижал Тихенок к двери номера, которую он делил с Бэмом, и, поднявшись на носки, продолжил лестничный поцелуй. Скользил мокрыми губами по скуле линии челюсти. Выцеловывал шею и одновременно сминал в пальцах талию. Тихенок всеми силами старался не вспоминать ночь в особняке Югхея, но выходила паршиво. Однако разница все равно была. Чингук тогда со всей серьезностью спросил у него, да или нет. Читопон же решил не тратить время на лишнюю болтовню, да и Тихенок вряд ли бы уже отказался. Он был слишком пьяный и раздавлен. Когда его опрокинули на кровать, взгляд, как и сейчас, устремился в потолок. Мысли улетучили сразу, как только длинные пальцы расстегнули его брюки и спустили до щиколоток. Все, что оставалось, наблюдать сквозь томную поволоку в глазах, заплавно двигающейся в районе паха макушкой. Конечно, полноценным сексом они не занимались, но Тихен и не хотел. Он был не способен на что-то большее, чем лежать и прикусывая нижнюю губу, тихо и редко постановать. Такой расклад устраивало Читопона. Похоже, он сам получал удовольствие от того, что вытворял языком. — А где Бэм? — неожиданно поинтересовался Тихен. — Мне кажется, он будет в бешенстве, что ему пришлось скитаться где-то всю ночь. Рука Читопона проскользила по животу вниз и начала лениво поглаживать чужой пах. Нежные движения, конечно, были приятны, но отнюдь не возбуждали. Да и сам фигурист хоть и привлекательный, но Тихен не решился бы повторить ночные приключения на трезвую голову. — Скорее всего, его разозлить, что мы сдвинули кровати, — хохотнул Читопон. — А так я предупредил Бэма еще вчера. Тихен нахмурился и, убрав ладонь, обвившуюся вокруг невозбужденного члена, приподнялся на локтях. — О чем предупредил? — Из-за сухости во рту говорить было затруднительно. Читопон растянул губы в улыбке и приподнялся следом. Не спеша отвечать на вопросы, он поцеловал смуглую кожу, прикусил грудь и зарылся носом в шею. — Ну как о чем? — Ну, сказал, если мы с тобой к ним не вернемся, то Бэм может остаться ночевать у лисы. Горячее дыхание опалило мочку уха, а затем на коже отпечатался влажный короткий поцелуй. Так он весь подобрался и отстранился. Читопон смотрел на него с горячими глазами, растрепанной челкой и покрасневшими припухшими губами. Красивый, изящный, он напоминал черного кота, и, возможно, у них получился бы страстный курортный роман, если бы каждая вторая мысль, вихрящаяся в голове, не была о Чунгуке. Даже искренняя симпатия к Сайон не мешала Тихону заводить девушек, а уж тем более спать с ними. Так в чем разница между подругой и салагой? — Ты хочешь сказать, что Лалиса и Бэм знают, чем мы тут занимались? Голос звучал хрипло и слегка испуганно. — Ну, думаю, догадываются, — промурлыкал Читопон, ни на секунду не переставая ласкать прохладную кожу кончиками пальцев. Тихон кипел. Его бережно хранимый секрет вдруг раскрыли, даже не спросив. Знали лишь Чуну и Чунгук, но теперь в курсе была и добрая часть тайцев, жадных до сплетен. А Бэм так вообще находка для шпиона, раз вчера собственного друга сдал с потрохами. — А почему ты вообще подумал, что мы можем не вернуться? — надломив брови, грубовато спросил Тихон. Читопон все-таки перестал поглаживать его и улегся удобнее, подложив кулак под голову. Фигурист выглядел так самодовольный и уверенно, что на ум пришла вполне очевидная мысль. Тот был полностью убежден в своих догадках. — Ну, ты был совсем другим в этот вечер. Не сворачивал голову, когда рядом проходили красивые девушки, да и смотрел уже не на Лалису, как обычно, а на меня. Таец не выдержал минутной разлуки и снова принек ближе, обнимая. Тихон вздохнул и потянулся к валяющимся на полу брюкам, разрывая кольцо из рук. Он достал полуразряженный телефон и взглянул на экран. Время и вправду едва доходило до десяти утра. Через два с лишним часа начнется церемония открытия. — Я пойду, — застегивая пуговицы рубашки, бросил через плечо Тихон. — Увидимся на арене. — Ну, Читопона это, видимо, ничуть не задело. Он развалился на импровизированной двуспальной кровати и наблюдал за побегом из-под полуопущенных ресниц. Послышалось кокетливое до встречи, а затем оглушительный хлопок двери. Тихон позволил себе приникнуть к ней затылком и прикрыть глаза всего на секунду, а затем со всей дури ударил раскрытой ладонью по стене и, сгорбившись, поплелся к лифтам. — Стой! Подожди! — раздался звонкий голос, стоило Тихону зайти в кабину. Без всякого желания он вдавил палец кнопку, и почти закрывшиеся двери вновь распахнулись. В тесное пространство взлетел злохмаченный такада Кента и, с дрогнувшей улыбкой, оглядел Тихону, что нервно теребил незаправленный край рубашки и одновременно удерживал пиджак на сгибе локтя. — Спасибо! — сказал он на ломаном корейском и, поклонившись, продолжил уже на английском. — Да этих лифтов не дождешься! Я вчера минут десять простоял, наверное. — Ага! — без тени дружелюбия хмыкнул Тихон и нажал на свой этаж. — Готов к церемонии? — продолжая демонстрировать, слегка неровный ряд зубов не унимался Кента. — Она будет идти минут двадцать от силы, — флегматично заметил Тихон. Японец неловко усмехнулся и потупил взгляд. — Да, но все равно волнуюсь, это же вроде как начало всего чемпионата. Он почесал затылок и тут же расцвел. — Кстати, а у вас кто флаг держать будет? — Без понятия. — А у нас буду я, потому что выиграл национальный, — с огромным энтузиазмом тараторил Кента. — Блин, главное не уронить эту позор на всю жизнь. — А, кстати, мне кажется, у вас будет Ченгук, потому что он тоже... — Чонгук на автомате поправил Тихон и сжал челюсть от злости на самого себя. — Слушай, мне глубоко наплевать, кто понесет этот чертов флаг, понятно? И, не дожидаясь ответа от ошарашенного Кенты, он пулей вылетел из лифта, остановившегося на его этаже, и унесся в сторону номера. По правде говоря, и туда идти тоже не хотелось. Позорная сцена с Суну все еще проигрывалась в голове и заставляла краснеть до кончиков ушей. — А что с лицом? — удивленно спросил Чону, раскладывающий вещи на кровати. Тихон встал, как вкопанный. Морщинка на лбу разгладилась, напряжение понемногу отступило. Друг все-таки поменялся номерами. Коротко простонав от безнадежности, он бросил пиджак на подушку и начал снимать рубашку. Может, Чону и спас его от неловкой встречи один на один с Суну, но вот от своего вечно встревоженного взгляда уберечь не мог. Я сделал глупость. Рубашка полетела куда-то в сторону открытого чемодана. Ладони растерли лицо. Чону прекратил разглаживать руками свой костюм для короткой программы и бережно отложил темно-золотистую ткань подальше. Он забрался с ногами на кровать и, закусив губу от интереса, потер ладонью. — Ну, позволь угадать, — с заговорщической улыбкой начал друг. — Ты приспал с щитопоном. Я поцеловал Чунгука. В тон ему ответил Тихон и замер. Уголки губ медленно поползли вниз, а вместе с тем темно-коричневые глаза Чону стали еще круглее. Прошло не больше пары секунд, прежде чем тот вышел из оцепенения и нахмурился. — Ты сделал что? Медленно, едва слышно. Тихон скинул с себя брюки, едва не порвав их клочья от плескающейся внутри взлости, и сел на край кровати спиной к Чону. Запустил пальцы в волосы и уперся локтями в бедра. Лучше бы он просто переспал с щитопоном. — Тихон, но она же наша подруга! Голос Чону не звучал с упреком, лишь взволнованно и отчаянно. — Я все понимаю, правда, но это уже за гранью. И снова он уморал. Тихон бы посмотрел на друга, если бы тот оказался в такой ситуации. Что бы Чону выбрал, разум или сердце? — А почему ты думаешь сейчас о ней? — развернувшись к нему, прошипел Тихон. — Мы дружим больше десяти лет, и никогда, никогда я не говорил тебе прямо о том, как мне паршиво. И стоило мне это сделать, как ты встал на сторону Сайон. Чону, что пораженно слушал пламенные обвинения в свою сторону, резко спрыгнул с кровати и указал на Тихона длинным пальцем. — Да потому что она не целует парня своего друга! Он тоже перешел на шепот. С этими словами хотелось поспорить. Чонгук с самого начала был с ним. С первой же секунды в душной комнате Юхэя, в душевых, на ночном катке, в номере Сувонской гостиницы, в стенах квартиры. Везде и всегда гребаный Чон Чонгук был лишь его. И это не Тихон, злодей, пытающийся разрушить счастливую пару. Это Сайон влезла к ним со своей никому не нужной симпатией. И как же хотелось обрушить эту справедливую и до нельзя правильную, по мнению Тихона, мысль на голову Чону, что продолжал смотреть на него горящими глазами. Но вместо слов вырвался лишь болезненный вздох, и Тихон, сгорбившись, уронил лицо на ладони. — Слушай, я не говорю о том, что между вами ничего невозможно. Чону тут же заметил переменившееся настроение, сел рядом и приобнял за плечи. — Ну, а сейчас тебе лучше остановиться, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Ни тебе, ни ему не нужны эти разборки, когда на носу короткая программа. И, на удивление, вместо привычной агрессии в душе образовалась пустота. Не нашлось ни единого слова в ответ, ведь, хоть и не хотелось признавать, Чону прав. Он всегда прав на самом-то деле, просто Тихон никогда его не слушает. Скорее всего, не послушает и сейчас. Просто потому, что не хочет. Просто Чонгук — его. — Я пойду побегаю немного, пока еще есть время до церемонии, — сообщил уже более веселым голосом Чону и потрепал темно-каштановые волосы друга. — Пошли со мной, пока в душ не сходил. И Тихон решил, что лучше оставить желудок на асфальте после вчерашней пьянки, нежели окажется снова наедине со своими мыслями. Пробежка пошла не по плану. Переодевшийся в форму Тихон почти сразу почувствовал бурлящий ком в горле. Сил хватило еще на пару метров, а затем он резко свернул в кусты у какого-то потрескавшегося здания, совсем не вписывающегося в местную архитектуру. Вчерашний ром вышел янтарным лучом, выворачивая желудок и раздирая горло. Чону, нервно оглядывающийся по сторонам, сгреб ветровку друга на спине, чтобы тот, не дай бог, ее не запачкал. Вместе с жидкостью организм покинули и все силы. Тихон в перерывах между приступами мучительной тошноты успевал думать о том, как хорошо, что его выступление состоится лишь завтра. — Но я же говорил, поумерить пыл! — качал головой Чону. От осенней прохлады на предплечьях, рукава были закатаны, выступили крупные мурашки, а темные частые волоски встали дыбом. Тихон, что стоял, уперевшись руками в острые колени, отхаркнул вязкую слюну и разогнулся. Чону, переминающийся с ноги на ногу, отпустил его и разгладил ткань на спине. Друг всем своим видом показывал, что жалеет о своем предложении совместно пробежаться по кварталу. Видеть его усталое, слегка осуждающее выражение лица изо дня в день удручало, но Тихон старался не выпускать гнев, запертый глубоко в сердце, потому что Чону все еще оставался возле него. И уже только за это его можно было благодарить. А я, как обычно, не послушал, предугадал следующую мысль друга он. Ничего, отлежусь сегодня после открытия, как раз к вечерней тренировке восстановлюсь. Они продолжили путь легкой трусцой. Чону то и дело вырывался вперед, а затем нехотя останавливался, ожидая, пока Тихон его нагонит. Тому не нужно было укоризненных замечаний и непрошенных советов, чтобы понять свою глупость. Да, он напился перед началом чемпионата, хотя дал себе слово исправно тренироваться и перестать наплевательски относиться к соревнованиям. Перестать думать, что так или иначе займет вершину пьедестала. Один раз ему уже доказали, что это не так. Да, Тихон старался ненавидеть Чунгука, ведь так было нужно, но... Да нет никаких «но». Он чувствовал то, что чувствовал. Не хотел отказываться ни от золота на шее, ни от объятий Чунгука. И не знал, сможет ли усидеть на двух стульях. «И в каком номере ты хочешь отлежаться?» Обернулся через плечо Чуну. «В нашем или у Читопона?» Тихон потупил взгляд в асфальт и не сдержал легкой ухмылки. «Интересно, сколько человек уже знают?» «Еще не решил», — честно ответил он. Читопон не приглашал его прямо, не предлагал повторить эту ночь. Но если слова Бэма о том, что его коллега тащится по Тихону уже давно, правда? То это было само собой разумеющимся. Хотелось ли вернуться в номер двух тайских соперников, сдвинуть кровати и молча позволять делать с собой все, что заблагорассудится? Вряд ли. Хотелось ли, чтобы Чунгук узнал о случившемся? Ну, а почему бы и нет? Может, хотя бы так Тихон не будет выглядеть отчаявшимся щеночком, чью нежность так эгоистично отвергли? Мечтал ли он, чтобы вчера на месте Читопона оказался салага? К сожалению, твердая и безоговорочная — да. «Так он тебе нравится или все это, Ром?» — допытывался Чуну. Они, оббежав соседний квартал, перешли на шаг и попытались восстановить дыхание. Вокруг не было ни души, а если и находились зеваки, то им не было абсолютно никакого дела до двух корейских фигуристов, болтающих на незнакомом языке. «Ни то, ни другое», — поскреб подбородок с ощутимой щетиной Тихон. «Не знаю, как объяснить». «Отчаяние!» — перебил спокойный ласковый голос. «Это отчаяние, Тихон. Ну и, возможно, немного интерес. Мы договорились не вспоминать, и ты сам знаешь, как я это ненавижу. Но тогда, семь лет назад, мною двигали именно эти чувства. В самом начале я думал, что со мной что-то не так. Помнишь, как считал, что ты не захочешь со мной общаться? Это и было отчаяние, Те. А мой, да, и твой тоже интерес. Это и есть причина, по которой нам стыдно вспоминать старшую школу». Они не спеша вернулись в гостинице. За стеклянными дверьми кафе уже виднели сонные фигуристы, неохотно ковыряющиеся в своем завтраке. Спортивных пар не наблюдалось. Те с самого утра оккупировали арену, и не то что не завтракали, наверняка и глотка воды не сделали. «Не хочу я ни о чем думать», – Техен, оглядываясь, вдавил палец в металлическую кнопку лифта. «И ни о ком тоже. Пущу все на самотек и сосредоточусь на чемпионате, а в Сеуле уже проведу самоанализ и разберусь, где там у меня отчаяние, а где интерес». Чену растянул губы в усталые улыбки, и стоило им зайти в лифт, уткнулся лбом в его плечо. И Техен совсем не хотел в этом признаваться. На подкорке запрятался страх, что друг впервые обгонит его по баллам. Тот выглядел слишком беззаботно для фигуриста, что вечно плюлся позади, сгребая серебряные медали. Чену искренне любил этот спорт, но, казалось, работал на личные успехи. И как же было боязно, что в этом сезоне, когда Техен так разбит и подавлен, лучший друг на пару с Чунгуком вгонит железный пруд в его никем не защищенную спину и оставит истекать кровью вне пьедестала. Вокруг царил переполох. Зрители стекались на трибуны, а спортивные пары, что были на ногах с самого утра, слонялись в наушниках по забитому коридору. Техен поправил костюм для короткой программы и сильнее натянул изумрудную ткань на пальцы. От стен отскакивала смесь нескольких языков. В шуме было трудно расслышать родной корейский. Сборная Кореи приехала в Ледовый дворец полным составом, но, выйдя из личного автобуса, разбежалась по углам не соберешь. Пока раздевалка кишела фигуристами, переодевавшийся Техен и Чуну отсиживались в тренировочной зоне, наблюдая за парами, потеющими здесь не первый час. На небольшом прямоугольном участке, огражденном по периметру, пыхтели их соотечественники. И Техен изо всех сил старался не натыкаться на смеющийся взгляд Суну, чья близость с партнершей теперь имела совсем иной смысл. Поодаль ругалась японская танцевальная пара. Пока коротко стриженная девушка, кажется, ее звали Казуха, пыталась что-то доказать своему партнеру, тот уперся локтями в стену и скрыл лицо в ладонях, но покрасневшие уши и шея выдавали его гнев с поличным. Техен лишь закатил глаза. Он никогда не относился серьезно к танцам на льду, да и в этой дисциплине их страна много лет не участвовала. Ни прыжков, ни выбросов, ни подкруток. Было бы из-за чего ссориться. Отвернувшись от японцев, Техен обратил взгляд на свою сборную. Минхен аккуратно опустил Теон, который секунды ранее держал на одной руке на пол и подошел ближе к ним. Он облокотился на стену и со стоном начал растягивать и без того разогретые мышцы. Почувствовал, наконец, конкуренцию. Техен приподнял уголок губ и покрутил в руках полупустую бутылку воды. Минхен оторвался от стены и посмотрел на него слегка усталым взглядом. Затем перегнулся через неустойчивое ограждение и, выхватив воду из неспокойных пальцев Техена, принек горлышку. Он не сделал и половины глотка, и его можно было понять. За час до выступления увеличивать свой вес хоть на пару граммов было совсем нежелательно. — Я не ты, приятель, — по-доброму усмехнулся Минхен. — Я всегда ее чувствовал, вместо того, чтобы считать себя лучше всех. Фигурист подмигнул застывшему на мгновение Техену и, отдав бутылку, вернулся к Теон. А Чуну, притаившийся сбоку, тихо хмыкнул. Стало до жути интересно, обижался ли друг когда-нибудь на то, что в нем до недавних пор не видели соперника? Судя по теплой улыбке и блестящем свете ярких ламп, глазам нет. Или же он собирался разнести Техена в пух и в прах, чтобы тот больше не смел относиться к нему так несерьезно? Мысли об этом никак не могли покинуть черепную коробку, бились о стенки, сотрясали мозг и приносили нестерпимую головную боль. — Скоро церемония, — окликнул Минхен Чуну. Тот лишь уверенно кивнул и продолжил подбрасывать партнершу, видимо, желая использовать последние минуты перед началом чемпионата по максимуму. Техен со вздохом поднялся и устало поплелся ко входу на каток. Его все еще слегка мутило, и как он собирался выдерживать несколько часов вечерней тренировки, было большой загадкой. Чуну молча шел рядом, на ходу сбрасывая с плеч Олимпийку с нашитыми на груди корейским флагом. У выхода столпились фигуристы и тренеры. Поодаль, обособившись от остальных, в небольшой круг стояла китайская сборная и с недобрым прищуром разглядывала потенциальных соперников. В паре метров от них расположились тайцы, на чьих лицах застыла привычная приветливая улыбка. Лалиса, заметив двух мнущихся вдалеке друзей, взмахнула тонкой рукой и, плавно перебирая длинными пальцами, поприветствовала их. Техен натянутый улыбнулся знакомой и поневоле бросил взгляд настоящего рядом с ней читапона. Тот, само собой, смотрел на него в ответ с легким прищуром и приподнятыми уголками губ. Таец, подпитывая лживые слухи, обнял подругу со спины и уложил квадратный подбородок на ее хрупкое плечо. Но Техен Чуну и тайская троица прекрасно знали о случившемся, о том, о чем Техен мечтал бы поскорее забыть. — Я вижу наших, — шепнул на ухо Чуну и утянул его в сторону их сборной. Техен, чувствуя искреннее любопытство, граничащее щемящей тоской, заозирался по сторонам. Спортивные пары были не в полном составе. Чунха стояла особняком и моргала так медленно, что, казалось, скоро заснет. Сайон к облегчению болтала со своим тренером, а рядом с Санми и Юнги возвышались две широкие фигуры — Чунгук и Намджун. И если последний был повернут к Техену спиной, то Чунгук, привалившийся к стене и сложивший мускулистые руки на груди, наблюдал за ним из-под трепещущих ресниц. По телу пробежала дрожь, а грудь пронзил мощный электрический импульс. «Разве это честно? Почему Чунгук позволяет себе смотреть так двусмысленно, когда днем ранее сам оттолкнул Техена и ясно дал понять, что все попытки сделать шаг навстречу бессмысленны? Как бы унизительно это ни было, отвести взор от салаги не получалось. Черно-белый костюм плотно прилегал к крепкому телу, а стык двух контрастных цветов был хаотично украшен маленькими черными перьями и россыпью переливающихся страз. Техен пропустил генеральную репетицию выступления, но знал, что короткая программа Чунгука будет под классическую музыку. Взгляд сам блуждал по расслабленному лицу, приподнятому подбородку и открытому лбу. Волосы, что темнее угля, были зачесаны назад и держались лишь с помощью лака. И трудно сказать, сколько понадобилось спрея, чтобы зафиксировать это вечно бушующее черное пламя. — А где потерялся Минхён? — послышался громкий голос одного из тренеров, и Техен вынырнул из оцепенения. — У нас выход через пару минут! Все беспокойно завертелись в поисках фигуриста, что должен был гордо нести флаг страны. — Вон он! В раздевалку бежит! — хмыкнул Чимин, указав подбородком в сторону парня. — Но никакой собранности! — покачала головой его партнерша. Вскоре подоспела Те Йона за ней запыхавшийся Минхён. Тренер пары вручил последнему свернутый флаг на недлинном флагштоке и начал негромко что-то объяснять. Те Хёну не хотел исслушиваться. Спустя минуту всех начали подгонять ко входу на каток, с которого уже доносились громкие возгласы и бурные аплодисменты. Прямо перед Те Йоном стоял Чунгук, гордо расправивший плечи. Он был настолько близко, что в нос ударил привычный аромат чистоты и бергамота. Те Йона вновь повело, а ноздри непроизвольно расширились в попытке втянуть как можно больше запаха. Так хотелось вернуться во вчерашний вечер, не позволяй Чунгуку уйти, закрыть рот ладонью, чтобы тот не промолвил те слова и не подпустить к себе Читапона. Те Йон остановил свое запястье на полпути. Задумавшись, он и не заметил, как слепо потянулся к Чунгуку. Лишь бы дотронуться, лишь бы почувствовать его под кончиками пальцев всего на секунду. Как же жалко и несвойственно ему. Те Йон прижал ладони к бедрам, не доверяя самому себе, и сфокусировал взгляд на, казалось, безграничном льду, на который один за другим выходили фигуристы. Следующие пятнадцать минут он не имел права отвлекаться. Церемония прошла без происшествий. Первыми вышли, естественно, китайцы, а замыкала длинную цепочку японская сборная. Те Йон был почти в самой середине, за Чунгуком и перед Ванен. Минхён, что был впереди, гордо размахивал национальным флагом и белозубо улыбался. Это был второй раз, когда ему посчастливилось так представлять их страну. Под оркестровую музыку и в свете софитов фигуристы разбились по сборным и ритмично закружили, приветствуя публику. Спустя пять минут по выстеленной ковровой дорожке вышел президент Китайской Федерации фигурного катания. Все тут же образовали огромный разноцветный круг, готовясь снимать его словам. Но пожилой мужчина с блестящей лысиной на темечке заговорил в микрофон с настолько заметным акцентом, что лучше бы рядом с ним стоял профессиональный переводчик. Пока президент рассыпался в благодарностях и дежурных словах о том, что принимать соревнования в своей стране огромная честь, Тихен скучающе рассматривал трибуны и плакаты болельщиков. Большинство само собой поддерживало китайскую сборную. На гигантских листах красовались фарфоровые лица и надписи на чужом языке. Тихен нашел несколько плакатов со своими фотографиями и парочку с чону. Скорее всего, зрители поддерживали остальных, но разглядеть что-то на маленьких листочках было невозможно. Когда речь стала подходить к концу, Тихен почувствовал мимолетное прикосновение к своим пальцам, что не были скрыты за перчатками. Эта секундная близость пустила ток по всей руке, и Тихен еле сдержался, чтобы не вздрогнуть. Мало ли, вдруг их снимать слишком близко. Выдержав чуть меньше минуты, он посмотрел на Чунгука, а затем для отвода взгласно вонен. Лицо салаги выражало абсолютную скуку и незаинтересованность. Очевидно, он дотронулся до него случайно. Просто Тихен сходил с ума и думал, что такая мелочь – невербальный сигнал. Но, к сожалению, все, что хотел сказать Чунгук, уже было произнесено вчера у лестницы. «Спасибо за внимание!» – поклонился президент. Когда мужчина вышел за калитку, по громкоговорителю объявили первую дисциплину – парное фигурное катание. Фигуристы начали стекаться к выходу, постепенно освобождая каток. А на лед выехал ресурфейсер, чтобы подготовить его должным образом. «Останешься смотреть?» – показалось поле зрения Санми. «Нет, отдохну перед тренировкой», – отряхивая лезвие от ледяной стружки, покачал головой Тихен. Санми растянула ярко-красные губы в улыбке и протянула ему чехлы. «Да где же твой командный дух?» Убивать несколько часов на то, чтобы смотреть, как японские пары разносят остальных в пух и в прах, в дисциплине, которая никоим образом не казалась Тихена, не было никакого резона. Заветное время лучше было потратить на дрему или на кардиотренировку в спортивном зале возле гостиницы. «Я по большей части одиночка», – слукавив, пожал плечами он. «До встречи». В раздевалке, которая сильно уступала по размерам их родная и сеульская, было тесно. Все одиночники сбились в кучу, заняв добрую часть скамеек. К счастью, большинство из них ограничилось сменой коньков на кроссовке. Видимо, в них был тот самый командный дух. Вскоре в помещении остались лишь два тайца – Чону, Чонгук и Тихен, которому захотелось срочно сбежать. Что Читапон, что Бэм – оба, судя по всему, не горели желанием наблюдать за соотечественниками, и в этом эгоистичном решении корейские одиночники им не уступали. Тихен плюхнулся на скамейку и начал нарочито медленно расшнуровываться, параллельно подглядывая за Чонгуком. Тот бережно снимал костюмы, голяя красивое рельефное тело. Так как же хотелось, чтобы остальная троица сию секунду исчезла из раздевалки и оставила их наедине? «У нас в запасе много часов. Чем займемся?» – подал голос Бэм, обращаясь к товарищам и, судя по всему, игнорируя присутствие новичка. «Везет. Тихен так не умеет». «Никакого Рома!» – отрезал Чону. Бэм с гаденькой ухмылкой выставил ладони перед собой. «Да понятное дело. Я имел в виду, может, завалимся к нам в номер? Безалкогольная посиделка?» Бэм замолчал, но Тихен даже не взглянул в его сторону, продолжая пялиться на светлую нежную кожу. На крепкой груди виднелся заживший рубец от конька Чону. И безумно хотелось всучить другу ластик и заставить исправлять свою ошибку на этом невероятном холсте. «Или... Подожди! Надеюсь, ты не собираешься снова закрыться с Тихеном и порочить мою кровать?» – обратился Бэм к Читапону. Тихен замер. Фигурист даже не переключился на родной язык, а продолжал болтать на английском, словно они тут вдвоем. И надежда на то, что Чунгук не понял чужую речь, и спепелилась, стоило встретиться с его чернющими глазами. Его взгляд потяжелел, и Тихен, что двумя часами ранее был совсем не против вызвать у Чунгука ревность, весь поджался и отвернулся. «А почему он чувствует себя виноватым, в то время, как у того есть девушка? Да как же это раздражает!» «Бэм!» – прикрикнул Чунгук, что, кажется, тоже заметил странную реакцию. «Ой, блин!» – Таец похлопал себя по губам. «Да и правда, случайно! Ну, серьезно, ребят, все заметили!» «Отвратительная ситуация!» Тихен сжал кулаки и еле сдержал себя от того, чтобы устроить мордобой во время чемпионата Азии. Быть дисквалифицированным отнюдь не хотелось. «Язык без костей!» – прошипел он вместо того, чтобы наброситься на Бэма. «Тебе лучше прекратить пускать про меня слухи!» «Да все, все!» – отмахнулся Таец и жестом застегнул губы, словно молнию. «Рот на замке!» Ченгук небрежно бросил коньки в спортивную сумку, а за ним скомканный костюм, который так старался снять аккуратно. Он всего за пару минут переоделся в повседневный под пристальным взглядом Тихеновый глаз, а затем торопливо шмыгнул за дверь, едва не хлопнув ею. «Он ревнует?» – по-корейски спросил Чону. Голос друга был полон удивления. Признаться, Тихен был ошарашен не меньше. А что это было? «Очевидно, что слова Бэма были ему понятны. Но действительно ли это ревность, или Чонгук просто торопился к нам Джуну?» «Не имеет права», – отчеканил Тихен, что вдруг тоже завелся с полоборота. «Ну, о чем вы там сплетничаете?» – с нескрываемым любопытством протянул Бэм. «О том, что ты трепло», – неожиданно резко ответил ему Чону на английском. На этом и замолчали. Чону устала и недовольна, а Бэм обижена. И только Тихен сидел, полностью потерявшись в чувствах и догадках, и не мог толком натянуть на себя джинсы. Захотелось посмотреть на Читопона, и тот, как назло, сразу же поймал его взгляд своим кошачьим. Но в глазах уже не плескалась привычная хитрость и игривость, лишь смутные сомнения и недосказанность. Ни в какой номер Тихен не пошел. Читопон не оставлял попыток заманить его в свое логово. Дошло даже до того, что он заявился на порог чужой комнаты и, нагло привалившись к косяку, пытался уговорить провести вечер вдвоем. Чуть ли не открытым текстом описывал, чем они могли бы заняться. Но ни на соблазнительный голос, ни на томный прищур Тихен не повелся. У него не было никакого желания повторять ночную ошибку. А именно так он расценил то, что между ними случилось. Пытаешься сбить меня с толку и забрать первенство? Пробовал отшутиться Тихен, но пронзительный взгляд Читопона продолжал прожигать в нем дыру. Я правда не могу. Мы с Чину собрались в зал вплоть до вечерней тренировки. Таец в белой майке сложил руки на груди и недоверчиво склонил голову. Тихен ненавидел оправдываться, но Читопон был кем-то вроде товарища, и отвечать ему грубостью и равнодушием после стольких лет знакомства, наверное, было бы неправильно. Пусть тот и воспользовался его состоянием и воплотил в реальность то, чего, судя по всему, давно хотел, Тихен все-таки еще мог себя контролировать. Но не мог вовремя сказать «нет». Ни этой ночью, ни в доме Югхея. «Так попотеть можно и в другом месте!» — уже не скрывая своих планов, расплылся в усмешке Читопон. Чину, переодевающаяся в спортивную форму за спиной Тихена, нарочито громко прочистил горло. «Ладно, увидимся!» — отсалютовал Таец и, оторвавшись от двери, развернулся в сторону лифтов. В тренажерный зал никто из тайской сборной не заявился. Лишь старательные японцы и один нелюдимый малазейец. Тихен отключил разум и сосредоточился на беговой дорожке, то и дело прибавляя понемногу скорость. На позднюю тренировку для одиночников он явился измотанным, с приятной тянущей болью в ногах. Фигуристы, что разбрелись по всему катку, негромко обсуждали итоги первого дня чемпионата. Короткая программа прошла спокойно, без травм. В предварительном рейтинге первое место заняла, на удивление, китайская пара. Сразу же за ними с небольшим отрывом японцы. Минхён и Тэйён шли четвертыми, уступив всего на сотую Сану и Ванён. И не нужно было иметь богатую фантазию, чтобы представить, какой разнос устроила Мину и его партнерша. Два часа тренировки пролетели незаметно. Тэйён почти ни с кем не разговаривал. Был увлечен своей программой и наставлениями Санми. Даже за Чунгуком он не следил так пристально, как обычно. Каскад из тулупов, что вдруг перестал поддаваться украшению, ревниво перетягивал все внимание на себя. На следующий день, медленно натягивая эластичную ткань на себя, Тэйён отчего-то чувствовал себя как никогда уверенным. Не считая Чунну, в раздевалке никого не было. Они специально выждали, пока толпа одиночников переоденется и разойдется по арене. Свободное время Тэйён провел с Юнги в кабинете местного врача. Мин тщательно ощупывал его бедро, которое совсем не выдавало наличия серьезной травмы. И сейчас при сильном нажатии не ощущалось и намека на боль. Читопон все глаз тебе не сводит. Зачем-то сообщил Чунну, словно Тэхёна это заботила. Единственное, что и вправду волновало, так это то, как аккуратно дать понять тайцу, что ничего, кроме случайного минета, у них быть не может. — А Чимин с тебя? И что с того? — отмахнулся Тэхёна, продолжая втискиваться в изумрудную ткань. — Наверное, все еще таит обиду за то, что ты тогда с Минхо в комнате закрылся. Чунну цокнул и натянул шнурки чуть ли не до треска. — Такой противный! — пробормотал он. Ответить на реплику друга получилось лишь мимолетной улыбкой. Закончив с костюмом, Тэхён зажал коленями конек и проверил прочность лезвия. Мало ли, в фигурном катании все бывает. Чунну зашнуровался, спружинил в коленях для проверки и мечтательно возвел глаза к потолку. — Где же этот Тэхён, который вечно пил с хоккеистами, спал со всеми без разбора, а потом еще и хвастался? — вздохнул он. — Его похоронили еще в сентябре, — прозвучало твердо. — А что, скучаешь? — Да нет, прозвучало твердо, — начал Чунну, но слегка скрипнувшая дверь оборвала его на полусловие. В раздевалку с усталым вздохом валился Чунгук с сумкой наперевес. Выглядел он так, словно тренировался всю ночь напролет, вместо того, чтобы поспать. И, зная нам Джуна, это могло оказаться правдой. — Ладно, я к Хичолю. Догоняй. Скомканно пролепетал друг и быстро ретировался. Тухион не сдержал глупую смешки, но тут же спрятал ее, опустив голову. Раздевалку заполнило молчание и приглушенный ляск железных шкафчиков. Когда Чунгук натянул черно-белый костюм, Тухион не выдержал. Поднялся с места, подошел почти вплотную и припал плечом к одной из двериц. Мы с ним не встречаемся. Звонко сорвалось с губ. Стало смешно. Не так давно Чунгук сказал ему то же самое про Сайон. Да, тогда он не солгал, а затем подарил самую искреннюю улыбку и незабываемые воспоминания. Ну а что случилось с ними потом? Во что превратилась их хрупкая и трепетная связь? Это вина салаги и ничья больше. Да как он посмел втянуть Сайон в публичное отношение, когда сам лишний раз на нее взглянуть не мог? Тухион, пожалуйста. Плечи Чунгука поникли, а глаза отчаянно избегали взгляда напротив. Ты же ревнуешь. Тухион порывисто шагнул в его сторону, едва не зажимая у шкафчика, и понизил голос до шепота. Ведь думал, что если я захочу развлечься, то буду бегать за тобой, а тут вдруг появился Читопон. Он положил руку на чужое плечо и сжал миг напрягшиеся мышцы. Чунгук наконец поднял голову, столкнувшись с нахмуренным лицом напротив. Между ними было сантиметров десять, не больше. Тухион, пусть и рассердившийся, не мог долго сохранять злую гримасу, когда Чунгук перед ним был до нельзя расслаблен. Это был не тот салага, что провоцировал своим акцентом и понижал голос, насмехаясь. И не тот, который сжимал его горло в душевых, а затем упоенно возносил на ту самую высоту, на которую ни одна из бывших не смогла. Сейчас перед Тухионом стоял совсем другой Чунгук. Тот, кто валялся с ним на мокром от ливня асфальте и смеялся в унисон. И кто был честен даже в своей усталости. Заносчивый эгоистичный салага определенно заинтересовал Тухиона в начале осени, но искренний и спокойный Чунгук смог влюбить себя. И нет смысла отрицать. В тот вечер, когда холодные капли дождя разбивались об их жизнерадостные лица, Тухиона окончательно пропал. — Что ты хочешь услышать? — едва шевеля губами спросил Чунгук. Тухион замер, услышав знакомую фразу, произнесенную чужими устами не в первый раз, а затем отпустил его плечо, нежно провел пальцами по ключицам и самозабвенно потянул небольшое перышко на себя. — Ты не отрицаешь. И когда деталь костюма начала отрываться, со стороны холлы послышались громкие вопли и невнятная суматоха. Тухион выпустил перо из пальцев и кинул удивленный взгляд на Чунгука, что выглядел не менее растерянным. Не теряя времени, он выбежал за дверь и влился в огромную толпу, образовавшуюся у женской раздевалки. Плохое предчувствие нарастало с каждым шагом, сжимало легкие колючими лианами, заставляя задыхаться. Расталкивая любопытных фигуристов, Тухион наткнулся на Чунгу, что таращился в приоткрытую дверь раздевалки. Взгляд дрогнул. Подобно пламени свечи на сквознике стоило, облокотившись на друга, заглянуть в щель. В почти опустевшей раздевалке сидела, скривившись от боли, Сайон. Первое, что заметил Тухион, темная лужица крови, медленно растекающаяся под ногой подруги. Нейлоновая ткань колготок, обтягивающих ступню, порвалась, и из раненной кожи торчали крупные осколки разбитого стекла. «Я думала, такое давно устарело!» – удивленно шепнула одна из японских одиночниц на ломаном английском. Перешептывания переросли в настоящий балаган. Все были ошеломлены инцидентом. Тухион не мог вдохнуть полной грудью. Из-за шока он не сразу понял, что все это время Сайон оглушительно выло от боли. Китайская фигуристка Ю Ци, закрыв рот рукой, не прекращаясь смотрела округлившимися глазами на изрезанную ногу соперницы. Лалиса, что тоже не покинула раздевалку, несмотря на свою неприязнь, сидела на корточках и нахмуренно рассматривала валяющийся на полу конек, который, по всей видимости, был наполнен битым стеклом. «Ее нужно срочно к Юнги!» – едва слышно пролепетал Чуну. Вой Сайон превратился в немой плач. Ее трясло. Подруга пыталась аккуратно вытащить осколки из пятки, но с каждым новым ее все больше охватывал тремор. Тухион стрепенулся, словно только сейчас понял, что происходит, и осмотрелся вокруг. Все стадо фигуристов стояло, не шелохнувшись, и разглядывало бедную Сайон. На секунду среди них показался черно-белый костюм, но Тухион не успел уловить выражение лица Чунгука. Это сейчас было совсем неважно. «Отойдите!» – ряфкнул Тухион на парней, что совали свои любопытные носы в раздевалку. Он подлетел к сжавшейся Сайону и аккуратно подхватил ее легкое тело на руки. Подруга прижалась мокрой щекой к его шее и зарыдала, никого не стесняясь. «Я не знаю, кто это сделал, но обещаю, эта сука больше никогда не выйдет на лед!» – прошипел Тухион, недобро покосившись на Юце и Лалису, что сверлили ее взглядами. Нести кого-то, когда на ногах коньки, довольно затруднительно для фигуриста, что всю жизнь прокатался в одиночку. Но Сайон так крепко обнимала его за шею, что отпустить ее было бы преступлением более тяжким, чем подсыпанное стекло. На полпути их встретили нахмуренный Юнгии и Чунгук, по серьезному лицу которого было трудно что-либо понять. Тухион встретился с ним взглядом и инстинктивно прижал подругу к себе еще сильнее. «Давай в кабинет!» – скомандовал Мин и, резко развернувшись, зашагал к массивной стеклянной двери. Врач китайской сборной, которому принадлежало светлое помещение, пахнущее больницей, озадаченно приспустил очки на кончик носа и поспешил отодвинуть ширму, что преграждало путь к кушетке. «Сажай ее!» – приказал Юнгии. Тухион аккуратно опустился Юн, что не переставало задыхаться от слез на кожаную поверхность, и поравнялся с Чунгуком. Провел ладонью по взмокшему льбу и зачесал волосы назад. Он кинул беглый взгляд на салагу, но тот был сосредоточен на враче, натягивающем одноразовые перчатки. Юнгий достал из своей аптечки пинцет и медленно обернулся к двум парням, стоящим неподвижно и не знающим, куда себя деть. «Не на что тут смотреть», – спокойно бросил он. «Ступайте. У вас раскатка через сорок минут». Первым опомнился Чунгук. Твердо кивнул и без единого слова поплелся на выход. А Тихен же прирос к кафельному полу и не мог сдвинуться с места, несмотря на тяжелый взгляд Мины, что указывал ему покинуть кабинет как можно быстрее. Через секунду запястье обхватили прохладные пальцы и его почти потянули в сторону двери, словно тряпичную куклу. «Он вас выгнал?» – наткнулся на них перепуганный Чунгук. Чунгук быстро отпустил Тихена и, тихо прочистив горло, удалился в сторону тренировочной зоны. Но Чунгук ничего не заметил, а если и заметил, то ему точно было все равно, как и самому Тихену. Здоровье подруги было важнее Чунгука, вдруг решившегося взять его публично за руку. «Да», – запоздало прозвучало в ответ. В коридоре уже виднелся всклокоченный чанель, несущийся к кабинету. Чунгук обернулся через плечо к тренеру подруги и из-за локоть отвел Тихена в сторону. «Она справится», – сказал он. «Досайон даже не успел откатать короткую. Для нее чемпионат закончился уж слишком рано». Тихен привалился спиной к прохладной стене. Никогда не видел ее настолько разбитой. Чунгук позволил себе печальную улыбку. «Ну и стекло не каждый день подсыпают». Они медленно зашагали в тренировочную зону. Нам Джун однажды сказал. «Накануне соревнований может произойти все, что угодно. Но даже если в центре Сеула упадет огромный метеорит, ты, как миленький, встанешь и пойдешь катать выступления, так, словно ничего не случилось». Поэтому произошедшее с подругой, а такое в последний раз было лет десять назад, не могло освободить их от разминки. Тем более, Тихен выступал одним из первых. «Я думаю, это Лалиса», – прозвучала шепотом. «Да они же как кошка с собакой». Фигуристы обособились в самом углу вдали от лишних ушей. «Да это вряд ли». «Она мне напоминает тебя, когда ты поливал Чунгука грязью за спиной и хмыкнул Чуну. Не удивлюсь, если Лалиса втайне влюблена в Сайон». Тихен пропустил подкол мимо ушей и, облокотившись на плечи друга, начал растягивать спину. «Тогда кто-то из китаянок. Они всегда смотрят на наших с презрением», – выдвинул очередную версию он. «А нет мотива. Было бы резоннее насолить кому-то из сильных, например, японкам. Сайон же им совсем не угроза. Опроверг Чуну, и с ним было сложно не согласиться». Подсыпать стекло той, что плелась на шестом месте, было абсолютно нелогично. Только личная неприязнь могла как-то объяснить этот поступок, но Сайон не имела открытых конфликтов ни с кем, кроме Лалисы. «Та наверняка будет подозреваемый номер один. Несмотря на то, что, когда случился инцидент, она была рядом с Сайон, а не пряталась, как обычно делают преступники». Голова взрывалась от теории догадок. Так и прошли сорок минут разминки. Раскатка выдалась отвратительной, но без падения. Тем не менее, Тахион не смог чисто приземлить тройной аксель, коснулся льда во время каскада и вновь не докрутил тулуп. Радовало лишь то, что ни у него одного не получались элементы. После неудачного приземления взгляд сам забегал по катку в поисках Чунгука, с надеждой, что тот не видел этого позора. Но Чунгук даже не смотрел в его сторону. Покорно слушал Намджуна, который что-то выговаривал ему с явным недовольством. Он коротко кивнул, а затем, оттолкнувшись от бортика, разогнался и вошел в четверной луц. Сложнейший прыжок оказался недокрученный, и Чунгук чуть не упал, приземляясь. «Соберись!» отчеканила Санми, вынимая наушник из уха подопечного. «Случившееся с ней ты уже не исправишь. Абстрагируйся. Сайон не станет легче, если ты завалишь короткую. Понятно?» На большом подвесном экране появилось светящееся лицо Кента и его кривая улыбка в ответ на высокие баллы. «Сто один с хвостиком. Слишком хорошо». Техион выступал следующим. Его потряхивало, а сердце в груди, казалось, не билось. Он никогда еще так не волновался перед выступлением. Сегодня у него болело не бедро, а душа. «Понятно», – эхом отозвался Техион и вручил Санми чехлы на лезвие. Осталась минута. Ли заботливо пригладила его волосы и размяла плечи сильными наманикюренными пальцами. У бортика уже стояли Чону, выступающий в конце, и Читапон, которому, видимо, не было дела для своего близящегося выступления. «Удачи!» – почти в унисон крикнули они. «На лед приглашается Ким Техион. Двадцать четыре года, Южная Корея», – объявил выдущий, вызывая на старт. Публика зашумела, но не так бурно и активно, как на родине. В ушах стоял писк. Женская ладонь подтолкнула к калитке. У Техена было тридцать секунд, чтобы собраться силами и принять исходную позицию. Вступив на лед, он тряхнул кистями и сделал перекидной прыжок. Привычно сложил ладони в молитвенном жесте и возвел глаза к потолку. Во рту стояла сухость, а замерзшее было сердце забилось, как у больного тахикардии. В последнюю секунду Техен занял центр катка и положил руки друг на друга, прикрывая ими лицо. Когда зазвучала мелодия, он, наконец, отключил разум и начал выступление. В первую очередь приступил к дорожке шагов. Чоктау вышел идеально. За ним следовал четверной сальхов. Техен попал в мелодию и приземлил его чисто. Затем, чередуя шаги и элементы хореографии, зашел в каскад из тулупов. Кват, что никак не давался, вышел без помарок, а вот вместо тройного получился двойной. Техен нахмурился и прикусил изнутри щеку. Повезло, что прыжок два оборота случился в каскаде. Он пропустил музыку сквозь себя, полностью отдался аплодирующей публике и начал заходить в аксель. Вышло не очень удачно, прыжок оказался довольно низким. Тем не менее, три аксель Техен исполнил во все три с половиной оборота, а приземление было без малейшего изъяна. Громкие аплодисменты придали энергии. Короткая программа подходила к концу, а сил оставалось все меньше и меньше. Под нарастающей мелодию Техен сделал прыжок во вращение и закружился ласточкой. Когда музыка утихла, он замер финальной позицией. Секундную тишину тут же разрезали бурные аплодисменты и гул фанатов. «Неплохо!» кивнула ему Санми и протянула защиту. «Отвратительно!» пробубнил в ответ Техен и, игнорируя всех, унесся в комнату слез и поцелуев. Жадно глотая воду, он сидел на синем диванчике и пристально вглядывался в экран, на котором мучительно медленно разворачивались баллы. «Сто одна целая, ровно!» вместо заявленных ста пяти. «Уже не лидирует!» Техен шумно смял пустую бутылку воды, стоило камерам отключиться и взглянул на нахмуренную Санми. «Ну, насильное произвольное!» утешала его Ли. «Ну, просто оставь все переживания за пределами катка!» Техен кинул бутылку в урну и тяжело поднялся. Но не успел он сделать и пары шагов в сторону раздевалки, как путь переградила высокая статная фигура. «Отец!» «Чье присутствие абсолютно вылетело из головы!» И он видел этот позор. Пошли в кафетерий. Приобняв сына за плечи, кивнул на дверь сухо. Техен не стал противиться, лишь молча поплелся за отцом, уткнувшись взглядом в пол. «Да чего ж стыдно!» «Это было впечатляюще!» Сев напротив, сказал тот. «И я даже жалею, что так редко посещал твои соревнования!» «Ты обманываешь самого себя!» Отвернувшись, прошелестел Техен. «Тебе никогда не интересовало фигурное катание!» Отец низко рассмеялся и накрыл ладонью руку Техена. И от этого мимолетного прикосновения по телу пробежал ток. Он никогда такого себе не позволял. «Ты сильно ошибаешься, сын!» «Я был здесь почти тридцать лет назад!» С губ сухой не сходила теплая улыбка. «Разбил все свои копилки, чтобы найти деньги на билет в чужую страну. Все ради твоей мамы. Она тогда забрала заслуженное золото. Я таким мальчишкой был. Еще за двадцать не перевалила. Делал все, чтобы она меня заметила. И у меня, знаешь, получилось!» Техен поджал губы и посмотрел в глаза отца, в уголках которых виднелись возрастные морщинки. «Ты прекрасно знаешь, что я ничего не смыслю в вашем этом фигурном катании. Аксель, не аксель. Но этот спорт преследует меня полжизни. И я буду любить его так же, как и ненавидеть до тех пор, пока он тесно связан с моими родными людьми». «Второго сына тоже на коньки поставишь?» Позволил себе шутку Техен. «Да, Боже, упаси!» Искренне расхохотался Сухо, заполняя пространство бархатистым смехом. А на душе вдруг стало так тепло, словно огромной пропасти между ними никогда не существовало. Словно отец всегда был рядом и ни разу не давал поводу усомниться в своей любви. «Давно ли Техен стал так сентиментален? А куда делась многолетняя обида?» «Ты отлично справился, сын, и я уверен, что будет еще лучше. Позволь мне испытать чувство дежавю. Возьми послезавтра золото». Техен позволил себе ответную улыбку вместо привычного оскала и на секунду оглянулся, почувствовав на себе прожигающий взгляд. Не так далеко у тренировочной зоны стоял Чунгук, что вот-вот должен был выступать. Он смотрел на них без стеснения, а затем, встретившись глазами с Техеном, коротко и печально улыбнулся и удалился в сторону катка. «Я постараюсь», – заверил Техен, и, похлопав отца по руке, вытащил свою. «Мне нужно вернуться на каток. Хочу посмотреть на остальных». После разговора горечь поражения ощущалась уже не так отчетливо. Отец спокойно отпустил его и, по всей видимости, отправился на поиски санми. Не переодеваясь прямо в коньках, Техен вернулся к бортику и встал рядом с Чунгук, что так и не сдвинулся с места. «Так и знал, что не пропустишь его выступление», – только и сказал он. «Я думал, ты пойдешь смотреть баллы вместе со мной», – без тени обиды сказал Техен. Чун невесомо погладил его по спине и шепнул. «Твой отец сидел в первых рядах и не моргал, кажется. Я видел, как он спустился сразу же, как ты закончил. Не хотелось мешать». Техен сдержал улыбку и сосредоточился на Чунгуке, чей выход уже объявили. Нам Джун стоял неподалеку в своей привычной позе со сложенными на груди руками. Взгляд тренера был недовольным. Техен точно знал, ведь натыкался на него слишком часто. Заиграло лебединое озеро. Публика замерла в томительном ожидании. Чунгук резко встрепенулся и, разогнавшись, закружился в заклоне. На спокойную часть мелодии пришелся четверной флип, в котором он тут же допустил помарку. Но после быстро исправил идеальным каскадом. Чем сильнее разгонялась мелодия, тем быстрее, казалось, катался Чунгук. После не очень чистой дорожки шагов следовал Триксель. Он коснулся льда, чуть не упав. На последней дорожке он еще боролся, но во время вращения снизил скорость, за что наверняка будет оштрафован. Чунгук громко цыкнул, и Тихен прекрасно понимал его реакцию. Тот, кто катался, как робот, сдал позиции и сейчас был далек от идеала. Дух конкуренции, хоть и ощущался отчетливо, но понемногу утихал. Не наберет сто, я думаю, уткнувшись в огромный экран над катком, шепнул Чуну. А Тихен решил не делать ставок, лишь смотрел на одиноко лежащее перышко, упавшее во время выступления. Через минуту показалось четкое изображение Чунгука и сидящего рядом Намджуна. 59,46 за технику и 40,87 за компоненты. Чунгук с натягом перешагнул за 100 баллов и пусть и побил свой дебютный результат, все равно не смог достичь заявленной оценки. Выступления второй пятерки подошли к концу. Тихен шел вторым вслед за Кентой, а Чунгук уступил пару сотых Бэму и был на данный момент четвертым. Все они дышали друг другу в спины. Тихен. Тихен, крутя в руке бутылку безалкогольного шампанского, медлительно вышагивал по длинному гостиничному коридору, усланному узким темно-коричневым ковром. В номер он вернулся лишь для того, чтобы сбросить сумку. В глаза Чуну принципиально не смотрел. Боялся разоблачить свою зависть и злость. Друг сделал ход конем, чистейше откатал программу и занял первое место в предварительном рейтинге, сместив Тихена на третье. 102,15 балла. Чуну, отродясь, не получал столь высокой оценки. Изображать радость за него получалось лишь первые пять минут, а затем переодевшийся Тихен позорно сбежал в гостиницу, добравшись до нее своим ходом. Соцсети взрывались от комментариев. Фанаты Чуну ликовали так же, как и их кумир. Поклонники Сайон, которых было не так много, недоумевали, почему вдруг объявили, что фигуристка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. Особенно сильно переживала фанатка, чей профиль был полностью посвящен паре Чунгука и Сайон. Заметив четкую фотографию из аэропорта, где подруга прижималась к салаге, Тихен заблокировал телефон и решил перестать проверять новостную ленту. Во благо своих нервов. «Войдите!» громко прозвучало по ту сторону деревянной двери. Сайон вернулась в гостиницу, как только и наложили швы в пекинской больнице. Ее соседки Чунхи не было в номере, поскольку сразу после завершения выступления с короткой программы всех фигуристок отправили на опрос. Камера в коридоре, направленная на вход в раздевалку, запечатлела около десяти девушек, что вошли после того, как Сайон оставила сумку и ненадолго покинула раздевалку. «Привет!» робко улыбнулся Тихен, выставив шампанское перед собой. «Не помню, когда здоровался с тобой в последний раз». Сайон сидела на высокой тумбе неподалеку от окна. Рядом стояла откупоренная бутылка вина, взявшаяся не пойми откуда, а у кровати валялись костыли. По пьяной поволоке во взгляде нетрудно было догадаться, что алкоголя в крови у подруги было уже достаточно. Слегка пошатнувшись, она уселась удобнее и насмешливо подняла брови, заприметив бутылку в руках. «Детская? Серьезно?» пьяно рассмеялась Сайон. «Не могу пить алкоголь сегодня». Тихен подошел вплотную и со звоном поставил шампанское. «Никогда бы не подумал, что скажу это, но послезавтра мне нужно во что бы то ни стало обогнать чуну». Подруга снова захихикала, болтая в воздухе, перебинтованной ногой. Казалось, она не понимала, что ей говорят, и смеялась над чем-то своим личным. «Как нога? Что сказали в больнице?» «А ты как думаешь?» Сайон на секунду затихла и прикрыла рот, сдерживая коту. «Никаких коньков, хрен пойми сколько. До следующего сезона, короче. И знаешь, что самое обидное?» Тихен вопросительно вздернул подбородок. «Ты единственный, кто пришел ко мне». Подруга вцепилась в его руку. «Я пью тут, черт знает какой час, а всем насрать». «Я думаю, ты ошибл». Начал было Тихен, но Сайон его совсем не слушала. «Даже Чунгук. Он мне ни разу не позвонил, пока я корчилась там от боли». Продолжала она свой лепет, плавно переходящий в ругань. «Я все понимаю. Нет, ну правда понимаю. Я тоже фигуристка. Но он... Ну вот скажи мне, Тихен, неужели он не нашел и секунды, чтобы набрать? Ну, просто сказать, дорогая, я с тобой. Хотя кому я тут затираю?» «Он всегда называет меня по имени». Тихен хотел сказать, что предупреждал подругу, какой Чунгук на самом деле, но та была так расстроена, что это ударило бы еще сильнее. Ограничился кивком. А Сайона не была против. Протиснула его меж разведенных ног и уткнулась в темно-серую ткань на груди. «Спасибо, что не бросаешь меня, дуру!» – промычала она. «Я всегда думала, что ты хочешь поставить галочку возле моего имени. Ну, просто переспать, понимаешь? Ты же со всеми девушками так, Дон Жуан Хренов. Ну, ты не обижайся только, сам знаешь, что правда. Но твои поступки в последнее время доказывают обратное. Я вижу, что ты страдаешь из-за меня, что тебе не все равно». «Сайон, я…» – забормотал Тихен, сам до конца не понимая, что хотел сказать. «Ведь все это время ему было дело лишь до Чунгука». «Прости меня, пожалуйста». Сайон устранилась и заглянула в его глаза. «Ну, ты ведь тоже мне нравился на самом деле. Да просто я, идиотка, наслушалась слухов тогда, сама оттолкнула, возвела стену между нами. Я так боялась, что ты сделаешь мне больно. Мне было страшно, и я подумала, ну, что так будет лучше. А потом появился Чунгук, такой хороший, такой воспитанный, и мне пришлось выбирать. Сайона не подозревала, что если перед кем-то и стоял выбор, то только перед Чунгуком. «Да все в порядке», – Тихен погладил подругу по макушке. «Ты ведь все еще любишь меня?» – в ее голосе промелькнула пугающая надежда. «Я не говорю о любви. Это слишком громкое слово для тебя, но ты определенно становишься одержимым», – зазвучал в голове обеспокоенный голос Чунгу. «А почему он всегда прав? Тихен никогда не любил Сайон. Что та, что и Чунгук были труднодостижимыми целями, оттого и разгорался интерес. Но Тихен никогда не хранил верность Сайон, отпустил ее по щелчку пальцев и даже на мгновение не взлюбил. И с Чунгуком немного иначе. Несмотря на ненависть, он постоянно думал о нем. С сентября аж салага жил у него в голове и никогда не покидал ее. А после интрижки с Читопоном на душе скребли кошки. И точно не из-за того, что Читопон парень. «Ты сильно пьяна, Сайон», – голос предательски надломился. Подруга восприняла это на свой счет и силой притянула его к себе за шею. В нос ударил резкий запах алкоголя. Пухлые губы втянули в поцелуй, выбивая все мысли. Отчаяние – вот что двигало Сайон. Она обязательно пожалеет об этом. Все ее слова были блефы. Мы оба это понимали, но не хотели говорить слух. Это их первый поцелуй за все время дружбы. Пятилетняя симпатия была настолько хрупкой, что разбилась на тысячи осколков, подобных тем, что подсыпали в конек. Тихен двинулся навстречу, ответил на поцелуй. Попытался почувствовать хоть что-то, ухватиться за ниточку прошлого. Отщетно. И стоило пальцем подруге расстегнуть его джинсы и попытаться залезть под кромку трусов, реальность ударила по затылку оглушительно и больно. «Нет», – отстранился Тихен, – «остановись». Растрепанный и всклокоченный, он оттолкнулся от тумбочки, на которую опирался. Сайон смотрела на него так, словно сама, только сейчас поняла, какую глупость совершила. Не сказав ни слова, он выбежал из номера с расстегнутой ширинкой и приспущенными джинсами. Стоило захлопнуть за собой дверь и перевести дух, как в коридоре показалась темная фигура. Тихен замер на месте, когда увидел глядящего в пол Чунгука, что заворачивал прямо к номеру Сайон. Тот поднял взгляд и остановился в паре шагов от него. Изумленно осмотрел его вид и приоткрыл рот, пытаясь что-то промолвить. И Тихен был готов наплести любую чушь, соврать все, что угодно, если бы в следующую секунду не приоткрылась дверь. Сайон, опирающийся на костыль, была такая же распаленная и взъерошенная. Чунгук поджал губы, он все понял. Затем перевел взгляд обратно на Тихена, пытающегося слиться со стеной в одно целое. На Сайон, что старалась хоть как-то оправдаться, уже никого не обращал внимания. Они смотрели друг на друга, как на шахматную партию, закончившуюся патом. Оба короля живы, но никто не победил. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. Как они будут выкручиваться из этого всего? Я вообще не понимаю. А с вами была Маруся. Желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня. Если есть желание поделиться эмоциями, то напишите в комментариях. А мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok